Ты спаси небе, мой покров Братья и сестры, доброе утро всем! Приветствую всех вас, братья и сестры, во Христе Иисусе приветствую всех святых, слава Господу! Сегодня утро, уже 15 мая, благодарю Бога Всемогущего здесь, с берегов Невы, северной, холодной такой столицы но, где горящие сердца сейчас зажигаются огнем Духа Святаго огнем Божьим, Аллилуйя! Молюсь, молюсь эти дни о духовном пробуждении здесь, в Петербурге, в Петрограде слава Господу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо Благодарю тебя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Да, и сегодня утром размышляю о той великой цене, которая была уплачена за нас, за наше спасение за наше исцеление, освобождение, благословение и это все совершилось, да, 2000 лет тому назад на Голдовском кресте и это все приходит сегодня, сейчас в судьбы миллионов верующих через веру в Иисуса Христа слава тебе, Господь! Благодарю тебя, Боже всемогущий, этим добрым утром Божья, милость Твоя обновляется, Господь, и благоставляю великое имя Твое, Боже всемогущий благоставляю великое имя Твое, Боже благодарю тебя, Господь Отец мой, Бог мой, Царь мой Аллилуйя! Аллилуйя! Ты, Господь, моя жизнь, Боже, дыхание и все Тобой живу и движусь и существую Господь, сегодняшним этим утром, Боже да прославится имя Твое, Святое, Боже в нас, верующих Аллилуйя! Слава тебе, слава тебе, Господь слава тебе! Благослови сегодня и хлебопреломление сейчас, Боже, молюсь Тебя, Господь Боже, и о себе сейчас молюсь и о всех, Боже, кто подключается сейчас и кто потом в записи будет смотреть это видео Боже, благослови всех нас во имя Иисуса Христа Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную жизнь вечную не может быть имел, а именно имел жизнь вечную Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже всемогущий благодарю Тебя, что, Господь, возлюбив этот мир Боже, Ты пролил Свою кровушку отдал Свою жизнь за нас, Господь, Боже отдал, Господь, Боже, себя самого и нет больше той любви, когда Господь, действительно, которую Ты явил, показал отдав самого себя, отдав за всех нас за весь этот мир Боже всемогущий И пусть эта истрадавшаяся планета пусть вся наша земля, Господь, Боже услышит и увидит Твою славу, Боже эту Господь, пусть миллионы, миллионы душ сегодня, Боже, прославят Тебя, Господь Боже, обратятся к Тебе, Богу Святому Аллилуйя! 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 Спасибо Тебе, Господь, за Петербург благословляю Петроград, благословляю Петра творения, благословляю Боже здесь сто лет назад, когда зарождалось православное обновленчество, Боже Твой Дух Святой действовал, Боже в простых людях и через простых людей Господь, и сегодня, я знаю, Ты тот же самый и сегодня, Господь, Боже, Ты через нас простых людей, обычных людей продолжи это действие, это деяние Духом Святым Своим Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо! Благодарю Тебя, Боже Всемогущий Благодарю Тебя за тех, Боже, сто лет назад, первопроходцев Аллилуйя! Слава Господу, да, Тамара пишет, да, за Ваше служение, верим, молимся тысячи-тысячи православных, да, обратятся, да, Аллилуйя! Да, благословляю Вас, Тамара, да, и Действительно, я молюсь об этом, молюсь, чтобы и здесь, на севере, и по всей России, и по Украине, Беларуси, и по другим странам, в Грузии, Молдова, Беларусь, значит, там, Греция, потому что в Греции там колыбель вообще православия, вот, пусть в разных странах, в разных регионах просто миллионы душ православных обратятся и примут жизнь вечную, я благодарю Бога Всемогущего за дар его, потому что дар Божий, жизнь вечная, света, тоже, шалом, драгоценные, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, преданной нам от предков, да, кровью Христа, да, аминь, аминь, да, аминь, аминь, и никогда, никогда, никогда не надо забывать вот действительно этого, напоминать себе, это как, я писал об этом уже как-то, тоже в социальных сетях, там, такую мысль, такую публиковал из проповеди, что проповедовать, проповедовать Евангелие, я давно уже это, как бы тоже принял решение такое, не только другим людям каждый день, да, проповедовать Евангелие, а также каждый день проповедовать Евангелие самому себе, и знаете ли, чем дальше, тем больше я осознаю важность вообще, важность вот этого именно, ой, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, напоминание, напоминать себе это Евангелие, проповедовать Слово Божье, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 благодарю тебя, Боже всемогущий, благодарю тебя, слава тебе и хвала, аллилуйя, слава, 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 слава. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя! Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за жизнь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Иисус Христос. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Благодарю Тебя, Боже! Сегодняшним этим утром возношу Тебя хвалу, Господь, за кровь святую, Боже! Боже! За кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего. За кровь Божественную. Кровь Христа Иисуса, которая омыла нас. Которая омывает нас от всякого греха. Боже всемогущий! За искупление Твое. Благословение Твое. Слава Тебе! Слава Тебе и хвала! Слава Тебе! Слава! 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 Аллилуйя! За кровь Христа! Благодарю Тебя, Боже Всебогущий! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя! И совершая хлебопреломление причастия, самое важное, я это напоминаю и себе, и вам, друзья, причастие совершается вот здесь умом, да, и сердцем нашим, вот, оно совершается действительно, вот, это в этом рассуждении, вот, просто действительно ощущается вот это вот единение со Христом и во Христе, с Богом. Это удивительное единение через кровь Божественную Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! 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 Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Спасибо! Боже Всебогущий! Благодарю Тебя, Боже! Святой! Слава Тебе! Господь! Спасибо! 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 хлеб самый простой образ который есть вообще у человека и самый важный хлеб вот здесь здесь размышляю сегодня здесь в петербурге в этом клире но так либо жизни вот и те кто переживали голод те конечно по особенному осознают ценность хлеба да вот и мы все либо в сравнении познаем либо чего-то мешались ограничивать вот и ценность познаем вот и просто бесценность хлеба иисус себя назвал хлебом жизни да он просто действительно заявил что он есть этот хлеб по-настоящему вот и для меня как для верующего человека да для меня как для евангельским мыслящего вот библейский верующего человека вообще всегда хлеб а так вот ассоциация первое это тело христа это мой господь это мой спаситель который стал для меня навсегда хлебом жизни который отдал свое тело за меня который действительно был вот обезображен за меня который пострадал за меня спасибо тебе господь спасибо спасибо благодарю тебя за хлеб жизни благодарю тебя за действительно то что ты есть этот хлеб спасибо спасибо и принимая хлеб взяв хлеб в руки божий я действительно боже рассуждаю о великом великом таинстве алилуйя александр да привет вам из тулы божьего благословения алилуйя слава богу привет всем святым в туле вот уже скоро буду в туле тоже вот в москве в туле молюсь тоже и москве туле в туле тоже давайте приходите будем общаться вот и преломлять хлеб вместе как раз вот в заречном на пузакова собираемся вот так вот в домашнем таком общении вот и но где бы мы не преломляли хлеб вы знаете ли самое главное в туле в питере люди еще хоть на главное это таинство вселенского масштаба не зависит даже нет места даже нашего преломления хлеба а действительно нашего вот этого сердца и даже люди неверующие замечают вида что бывает что люди физически близки допустим да друг к другу близко находятся на расстоянии близком но очень далеко вот как вот даже замечают да люди порой кричат там друг на друга почему хотя рядом находятся но кричат почему я так тоже размышлял думаю ну почему люди кричат порой вот ведь нельзя даже если о чем-то там споришь не соглашаешься можно лежит но нормально спокойно как ты говорить почему кричат потому что хотят быть услышанными от боли ты хотят быть услышанными и получается хотя даже не близко но они не могут докричаться не могут вот как бы чтобы их услышали внутри что-то вопит у человека интересно и бывают люди далеки далеко друг от друга находятся да но они близки вот наша близость она через вот вот через тело при стала мимой до господом и их кровь христа мы стали не чужими не стали недалекими а близкими благодаря этой жертве и я верю в единство церкви с этим вот в москве тоже буду об этом проповедовать тоже как раз вот вот о единстве церкви а единстве тела христа вот и будем совершать уже хлебопреломления вот и и здесь петербурге вот и иначе ты там москве вот и совершать хлебопреломления тем более что служение единение служение вот настоящего божьего единства такого божьего есть само единство порой пугает нас на самом деле и но есть чем пугаться шутка ли потому что этот мир он предлагает свои варианты единства единения как бы да значит и порой такие ну чаще всего такие варианты единства что как говорится не приведи господь вот страшно конечно пугающе и неважно это в политической сфере или в религиозной сфере в политической сфере то имперские амбиции определенные так в религиозной сфере это не знаю это такое ну допустим политическое единство такой до религиозный там структурное единство вот-вот велиги что предлагает структурное единство, вот, или же, там, экуменизм, вот, само слово такое уже опохабленное, что его уже даже боишься, честно говоря, даже этого слова уже, вот, ну, невольно как-то, потому что чаще всего такое религиозно-политическое единство предлагается совершенно вне Христа, без Христа и вообще, ну, без Бога, по сути, и такой сатанинский какой-то экуменизм, такой какой-то страшный, вот, но есть божий экуменизм, есть экумен, это обитаемая вселенная, как бы, ну, это, как бы, осмысленно обитаемая человеками населенная, да, вот, и это единение, вот, цивилизованных людей, да, мыслящих людей, вот, и божий экуменизм, я знаю, что такое божий экуменизм, не понаслышке, я знаю, что такое божий экуменизм, это кровь Иисуса Христа, это знать, ну, просто ничего не знать, кроме Христа и притом распятого, вот это настоящий божий экуменизм, потому что настоящий божий экумена, вот, единение, да, людей, она через кровь Иисуса Христа, это не просто через теологию, не просто через согласие, умственное согласие с какими-то доктринами, да, Вот тоже как раз вот об этом тоже и будет идти речь тоже и здесь в Петербурге как раз на служение вот в воскресенье, даже в субботу, воскресенье и вот значит уже в Москве. Как раз об этом тоже будет идти речь, даст Бог как раз. Потому что и служители там будут, пастыри, служители евангельских церквей разных, я так понимаю, течений, разных таких направлений. И я очень люблю принимать участие у себя в церкви, вот, ну, будем так говорить со своими, да, братьями, сестрами, ну, ближайшими. Вот, и это всегда очень такое хорошее переживание, слава Богу. Но как-то особенно, не знаю, да, люблю в гостях принимать участие. Конечно, вот когда бывают, допустим, в разных там церквях, в гостях, вот, с удовольствием, при великим удовольствием принимают участие. И вот мы тоже были принимать участие, как раз тоже здесь, в Петербурге, вот, на днях этих. Вот, может даже, я не знаю, но сегодня нет, наверное. Вот, но, знаете, самое трогательное для меня, вот, в моменте хлебопреломления, в участии, это, это когда верующие разных конфессий, разной динаминации, когда мы причащаемся вместе, когда мы преломляем хлеб вместе, когда мы заявляем и провозглашаем, и действуем в единстве, в единении во Христе Иисусе. Для меня это самое-самое, не знаю, великое. Я верю, кстати, вот тоже, вот, вчера говорил брату одному, пятидесятнику, вот, что я верю в единство церквей, в единство верующих, но не так, как этот мир может предложить, не так, как религия или политика может предложить. Нет, нет, религиозно-политическое единство, это, оно, ну, гроша ломаного не стоит. Оно не стоит даже той бумаги, на которой оно подписано, вот, на самом-то деле. Структуры не можно объединить. Структуры, они, ну, могут создавать и создают, они для этого, как бы, и существуют. Они создают видимость единения. Они, как бы, ну, не знаю, пародируют, что ли, даже в какой-то мере единение, настоящее это. Вот, религиозно-политическое структурное единство, оно, как бы, действительно создает вид единства. Но настоящее единство, настоящее единение, оно во Христе Иисусе. Настоящее единство, единение, оно именно в крови Иисуса Христа и через кровь Иисуса Христа. Я в этом много раз убеждался. Много раз. И особенно для меня, вот, такими, как бы, вот, моментами этого, ну, откровения такого особенного, переживания этого единения даже, очень сильного, глубокого переживания, является Евхаристия, как вот, ну, богословски называется интеркомьюниум, да, Евхаристия интеркомьюниум. Мы совершаем в Киеве, у нас в церкви это постоянно, потому что на хлебопреломлении у нас, ну, часто бывают гости с разных, там, конфессий, разных динаминаций, вот, а если брать соборы наши, вот, ну, конференции, то там вообще каждый собор у нас, это Евхаристия интеркомьюниум. Это, действительно, причастие очень разных людей с разной теологией, опытом религиозным, традицией, культурой, конфессий, динаминацией, там, организацией, юрисдикцией, вот, слава Богу. Так что, знаете, друзья, вот, действительно, это особенное переживание, и я очень Богу благодарен за это, очень сильно Богу благодарен. Вот, и, знаете, друзья, здесь, молясь за Петербург, за Петроград, о духовном пробуждении, здесь в северной столице, я понимаю, что само причастие, само причастие Евхаристия, оно, знаете, для нас, верующих, это не просто даже знак единства, а именно вот это глубокое, глубинное переживание единства самого. И вот это духовное пробуждение, оно тесно связано с такой евхаристической такой вот составляющей. Не знаю, я верю, я верю, и я нахожу очень часто сейчас, в последнее время, все больше и больше своих единоверцев, то есть тоже людей, верующих в это, что давайте будем верить вместе, друзья, в это, что вот это вот пробуждение вот этого времени нашего, оно будет таким евхаристическим, не конфессиональным, не динаминационным, вот, переживанием тела и крови Иисуса Христа. У себя в церкви в Киеве я поговорил об этом как раз, что вот тоже вот недавно совсем, когда был, вот, я рассказывал тоже как раз об этом. Мы преломляли хлеб тоже, принимали причастие, вот, и я говорил как раз о том, что вот наше вот единение, наше единство через кровь Иисуса Христа. И вот откровение о божественной крови Христа, о теле Христа, это откровение, которое, не знаю, но оно спасительно. Вот, и церковь, не имеющая откровения о теле Христа, крови Христа, я сравниваю всегда это, не только у себя в церкви, так даже в гостях бывает, уже об этом надо говорить, говорю. Вот, допустим, руку, да, вот ее перетяни, к примеру, да, значит, и вот мы тоже рассуждали, вот, там, вчера, позавчера, да, как раз на эту тему в общении здесь-то. Вот, что, ну, там, здесь мы говорили о том, что, вот, с Константином-то, чем, что, вот, когда церковь изолируется, допустим, какая-то община, какая-то, вот, допустим, или же там, организация какая-то, да, религиозная, отделяется от, ну, от общения с другими верующими, которые вне этой общины, вне этой конфессии, вне этой динаминации, вот, тем более начинает, если она вдруг безумно верит, что, как бы, только лишь она правильная, как бы, или она более правильная, чем все прочие. Все, это пиши пропало, это сектантское мышление, это, вот, эта ересь, она, как ржа, разъедает сегодня тело Христа, вот, значит, и им сравнимо это, вот, с перетянутым, вот, от тела, к примеру, ну, жгутом перетянута, да, рука, вот, и кровь не поступает туда, вот, но я обычно сравниваю, вот, перетягивание, там, части тела, да, значит, членов тела, именно, вот, с отсутствием, вот, этого понимания божественности крови Христа, вот, обескровленная церковь, еще так вот, да, вот, мы в Киеве рассуждали об этом, как раз, обескровленная церковь, то есть, церковь не имеющая, как, если христианин, он не имеет откровения о божественности Христа, да, о крови Христа, вот, о божественности крови Спасителя, который искуплен он, понимание крови Христа он как будто бы обескровленный и это христианство, оно становится как будто бы обескровленное христианство знаете, вот но так не должно быть, друзья, братья и сестры так не должно быть потому что по-настоящему-то вот ну ничто другое, нас никакая теология не спасет, никакое понимание там всего имеют даже все знания а любви не имеешь то ничто и я знаю, что если для кого-то гимн любви из послания к Аримфянам может быть для кого-то это просто красивый гимн красивые слова какой-то абстрактной любви может быть для кого-то это так но для меня это гимн не об абстрактной любви это гимн о конкретной любви явленной этому миру Ибо так возлюбил Бог мир. Для меня любовь это сам Бог. Для меня любовь это сам Сын Божий Иисус Христос. Для меня это кровь Христа. Для меня это святыня моя. И знаете, если я даже знаю все познания, все истину, но если я Христа не имею, Духа Христова не имею, то я не Его. И для меня причастие сегодня, я рассуждаю об этом, это тело и кровь Христа. Тело и кровь моего Спасителя, моего Господа. Тело Христа, кровь Христа. Спасибо тебе Господь, спасибо. Аллилуйя, Аллилуйя. За голову, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Благодарю. Благодарю Тебя, Боже, за Твою любовь. Ты есть любовь, Боже. Ты есть моя любовь. Ты есть любовь, явленная этому миру. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Ты есть любовь, не завидующая, не раздражающаяся, не мыслящая зла. Ты есть эта любовь, Господь. Воспеваю, Господь, Тебя, воспеваю любовь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. И, Боже, Ты доказал свою любовь к нам, ко всему истрадавшемуся миру. Ты доказал свою любовь, отдав самого себя на крест. Отдав самого себя, свою кровушку за нас пролив, тело свое на Голгофский крест отдав. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Самое величайшее доказательство Божественной любви. Того, что Бог есть любовь. Вот, тело Христа, кровь Христа. Самое великое доказательство. Зная, что Бог любит тебя, и я это себе снова и снова говорю. Бог любит меня, Бог любит тебя, Бог любит всех нас. Как мы это знаем? Через кровь Иисуса Христа и тело, ломимое Его. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. И ныне тело Христа и кровь Христа. Это, да, это Ты и я. Это, вот сейчас Евхаристия совершается. И мы это провозглашаем на крест, да. То есть, для нас причастность будет смотреть на Его раны и Его кровь принимать. И, да, аминь змея этого мира, да, хороший пример, сравнение там, да, идет. Я попозже почитаю. Вот, и вы знаете, действительно, да, мы взираем на Голгофу. Взираем на крест, на кровь Христа. Да. Ой, спасибо Тебе, Господь, спасибо, да. И вот пример тот со змеями, да, там в книге чисел как раз очень хороший пример. Вот, и сам Машир, сам Христос сказал как раз об этом, что, как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и сына человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Да, и змеи там кусали, кусали евреев, но уже ничего не могли сделать. Они могли жалить, причинять вред, могли убивать людей до тех пор, пока люди не очнулись, пока они не стали взирать на вот медного змея. Это был образ как раз, образ Христа, образ Машираха, образ Мессии. Сегодня взираю на Христа, взираю на Голгофу, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Зайдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, теперь он прощен, казнен, чтоб я был прощен. Пойдем перед ним, пойдем перед ним. Спасибо Тебе, Господь. Ты был казнен, чтоб я был прощен. Ты был распят. Боже, чтоб я жил. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за Твою любовь. Ты есть любовь, это великая любовь, явленная этому миру. Благодарю Тебя, Господь, что действительно драгоценной кровью Христа это свершилось в великое искупление рода людского. Спасибо, что по милости Твоей, Боже, я, Боже, имею эту жизнь вечную через кровь Иисуса Христа. Имею жизнь вечную, имею исцеление, благосколение Божие через кровь Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. О, совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Сейчас просто еще утро, вот, рано еще, и здесь слышимость оказывается хорошая. Вот, и соседи, вот, поэтому, чтобы не беспокоить спящих еще петербуржцев, я, вот, хочется спить погромче, но сегодня, даст Бог, на Нарвской споем, да, кто будет в Питере, вот, на Нарвской, вот, на Старо-Петербургской улице, да, станция этого Нарвская. Сейчас туда поеду как раз, потому что, думаю, помолимся от души уже, вот, не удерживаясь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, вот, спасибо Тебе, Боже Свогущий. Приломим хлеб, вот, сегодня, и приломляю сегодня со всеми вами, братья и сестры, рассуждая о теле крови Господа Иисуса Христа, рассуждаю о Божественной крови, о Божественном теле Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо. Тело Христа, кровь Христа. Тело Христа, я принимаю, Боже, хлеб жизни. Хлеб, который действительно есть Ты. И кровь Христа, которой есть Ты, Сам Спаситель. Ты с нами во все дни до скончания века. И, Боже, для нас, верующих, высшим убеждением в этом является действительно вот наше переживание Тебя, рассуждение о теле крови Христа. Спасибо Тебе, Господь, причастие, евхалистие, хлебопреломление. Спасибо, спасибо, драгоценный мой Бог. Спасибо. Спасибо. Я спасен телом, ломимым на Голгофе, телом Иисуса Христа. И я и есть ныне тело Христа. Я исцелен 2000 лет назад пролитой кровью Христа и ломимым телом Его. Спасибо Тебе, Господь. Твоим телом, ломимым и Твоей кровью я спасен, исцелен, благоставлен, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, за то. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Я еще поразмышляю как раз о теле и крови Христа. Но в этом эфире я хочу еще сказать пару слов сейчас. Вот. Благоставение вам всем, братья и сестры. И молюсь о единстве тела Христа, о единении верующих во Христе Иисусе. Пусть действительно никакие межконфессиональные, межцерковные предубеждения, какие-то ограничения, они не ограничат Божьей любви в нас и через нас. Молюсь о том сейчас, чтобы всякое вот это разделение, творимое врагом, чтобы было разрушено во имя Иисуса Христа, в разуме нашем, в сердце нашем. Как Августин Блаженный говорил еще в пятом столетии, что в главном у нас должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. Вот Света Личенко пишет. Аминь. Да. Аминь. Поэтому, да, ты это я, я это ты. Величайшее, что производит причастие в жизни верующего, как раз именно это, когда человек уже восклицает просто в небеса. Я и Отец одно. Все. Это свершилось. Все. Мы с тобой, Господь, одной крови, ты и я, одной плоти. Мы есть плоть Его сейчас. Кровь Христа. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. И молюсь о единстве верующих сейчас. Господь, Боже. Разных конфессий, организаций, динаминаций, юрисдикций, Боже. С разной теологией, идеологией, культурой, традицией. Боже, пусть действительно вот это приходит прозрение еще больше и больше в народ Твой, ко всем детям Твоим. О единении, о единстве во Христе Иисусе. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благоставляю великое имя Твое и благодарю Тебя, Твой Бог, Царь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. О, спасибо. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Аллилуйя. Благоставляю вас. И Милана благоставляю вас. Ваш дом благоставляю. Слава Богу. Роман, всех братьев, сестер благоставляю. Вот. Не получилось в этот раз быть в Харькове. В этой поездке. Но я просто, не знаю, молю Бога. Я еще с сыном намереваюсь ехать как раз в августе месяце в Украину. Как раз вот, думаю, вот стулы как раз до Харькова. А потом с Харькова от вас уже. Побыть у вас там, ну, хотя бы там пару дней там. Вот. И от вас уже в Киев ехать как раз. А потом во Львов. Вот. И очень хочется как раз вот побывать вот вместе с сыном. Вообще бы с сыновьями бы. Мой старший сын был крещен как раз вот в Киеве, на Днепре. Вот. А вот средний наш сын, он, значит, я не знаю, ну, тоже будет, наверное, принимать участие в Харькове. Супер, ждем. Спасибо. 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 Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благостави, Господь, Харьков. Благостави, Господь, Боже, всех братьев, сестер и в Киеве, и во Львове, Боже, в Гомеле, в Минске. Благоставляю в Грузии, в Молдове, в Румынии во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. И вот это единение верующих во Христе Иисусе через кровь Иисуса Христа досвершается. Аллилуйя. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья и сестры. Рассуждайте сейчас. Давайте еще каждый один на один с Богом порассуждаем. Я вот сейчас тоже отложил немного тоже хлебушка. Сейчас буду рассуждать о теле и крови Христа. И углубляясь в это рассуждение, размышления о Божественной крови Христа, о теле Христа. Пусть Бог благословит вас всех, братья и друзья. Ну и те, кто в Питере сейчас, в Питере свяжитесь со мной. Напишите там на Viber, WhatsApp по российскому номеру. Внизу указаны там под каждым видео контакты все мои. Вот, значит, пароли, явки, адреса, как говорится. Вот, и, значит, и сейчас я вот еще побуду вот с Господом, вот, и поеду уже в девяти буду уже, раз Бог, там на Нарвской. Вот, так что пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. До встречи. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Спасибо.